Суд избрал меру пресечения заключения под стражей до 29 августа 2018 года, то есть на месяц и 10 дней, как просило следствие. Но хотел бы отметить, что это постановление суда, к сожалению, или опять же, было принято в нарушении уголовно-процессуального законодательства, в нарушении прав и свобод непосредственно Ибраимова. Именно процесс и закон говорят о том, что заседание должно проводиться в открытом режиме. Это нарушение уже не стали допускать в городском суде, в Верховном, а Первомайский суд по-прежнему рассматривает в закрытом режиме. Это вот первое. Ни повесток, о которых говорило следствие, что ему предъявлялись повестки, или он вызывался на допросы, этого не было. Ни постановление о принудительном приводе и так далее. То есть перечислять очень много можно. Как Вы прокомментируете заявление о том, что Албек Ибраимов угрожал вооруженным сопротивлением? Я могу сказать, что это всего лишь навсего заявление неизвестных лиц. А я Вам уже сказал, Албек Ибраимов находился у себя дома по адресу, который имеется у органов следствия. И задерживать его, и тем более арестовывать у них оснований никаких не было. Причем, я еще раз повторюсь, не было возбуждения уголовного дела по статье 166, под следственность которой является для органов МВД и финансовой полиции. То есть эти дела расследуют только эти органы, а не органы ГКНБ.